Еще одна, ну можно сказать, новая рубрика называется «Интересная история». А какие у нас истории неинтересные, спросите вы. Но вот здесь будет сейчас особенно интересная история. Перед нами Симаков Сергей, натюрморт с рыбой, 1979 год, холст на доске. Это достаточно основательная такая штучка. Интересные факты о художнике. Раз уж эта картина попала в рубрику «Интересная история», и, естественно, сейчас мы вам расскажем интересные факты. Симаков. Автор обложки пластинки Аллы Пугачевой «Как тревожен этот путь» 1981 года. Ой, какая ностальгия, да? Сразу же. Такое же лето, кстати говоря, жарко, я его помню прекрасно. И эти песни, и это «Только что закончишься Олимпиады» и так далее. Вот оно, это время. И Симаков имеет к этому непосредственность, как анекдот, да? Кто такой Брежнев? «Политические деятели в эпоху Аллы Пугачевой». Сейчас это тоже немножко размыто. Тогда эта фраза была просто на слуху. Просто на слуху. Вот ровно так все и воспринимали. И вот Симаков имеет к этому отношение. Что пластинки были в каждом... Вот времена были, да? То есть этой пластинкой этими песнями владела вся страна. Сейчас вот мы можем вспомнить хоть одну песню, или хоть одного певицу, певца, который заслушивает вся страна. А вот мир изменился. Он дифференцировался. А тогда было вот так. Массовые такие явления. С конца 70-х Симаков выставлялся в горкоме графиков на Малой Грузинской. В одной группе с Беленком, Калининым и Харитоновым. В середине 80-х художник уехал в провинцию и ушел в религию. Писал иконы. Стал священником. В 90-х принял монашеский постриг под именем отца Рафаева. Это я все про Симакова, про автора вот этой картины. В 2007 году он познакомился с режиссером Алексеем Балабановым. Тем самым, который нам с вами широким кругом известен по фильмам «Брат». И стал савтором двух его пронзительных картин. «Морфий» и «Я тоже хочу». Кто не смотрел «Я тоже хочу», я сильно рекомендую это сделать. Это, конечно, невероятной глубины такого роуд-шоу. Такое движение в неизвестном направлении. Хотя там в известном. Там ехали к одной очень странной колокольне, вокруг которой была зима в любое время года. Очень нелюбопытная картина. Еще раз настоятельно советую сделать. Более того, я примерно был в таком похожем месте. Кто смотрел, сейчас удивится. Кто не смотрел, обязательно посмотрите и вспомните мои эти слова. В этом году, под Новый год, когда не было снега у нас с вами в Москве, когда мы переживали за то, что ай-яй-яй, какой же будет засушливый год, пока мы этого не чувствуем. Так вот, я ездил в такую познавательно-развлекательную экскурсионную поездку в Углич. И на обратном пути в Москву мы под Ростовом Великим заехали в потрясающе по своей волшебности, или по своему эзотерике, по своей энергетике место. Вот с тем самым монастырем, где снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию», где они бегали по этим стенам и так далее. Вот там есть совершенно неизвестное, заброшенное, глухое, страшное и страшно красивое место. Вот сейчас картиночку мы посмотрим, я сфотографировал. Да, вот она. И тоже зима, и снег, которого нигде не было. Вот это потрясающе. Мы туда приезжаем, а там снег. Опа. И там стоит самая высокая колокольня в Европе. В совершенно жутком состоянии. Но размах, величие, там глубина, мистика этого места потрясающая. Просто вот мы там провели несколько, я не знаю, времени. Как все равно в потусторонний мир попали. Кто не был, советую. Это просто советую. Причем сейчас, не удивлюсь, даже те, кто пойдут летом, застанут там ровно эту ситуацию. Тот же снег, та же ночь, как и в фильме «Я тоже хочу», к которому имел отношение наш самый художник Симаков. Прекрасная вещь с глубочайшей историей за собой. До свидания. Продолжение следует...